Издавна наше государство славилось по всему миру искусством хорового исполнения. Но годы перехода страны на новые политические рельсы привело к забвению этого вида искусства. Поэтому деятели культуры, представители власти решили воссоздать то, что было утрачено. И 15 февраля 2013 года на съезде при президенте Российской Федерации было решено возродить Всероссийское хоровое общество. На первый взгляд кажется, что эти совсем ещё юные ребята не так давно впервые выступили на сцене. Но на самом деле они, так сказать, профессионалы своего дела. Ведь именно школьному хоровому коллективу детства лицея номер один предстоит защищать честь Славянского района на краевом уровне фестиваля конкурса «Поющая Кубань». Вообще хор у нас существует больше пяти лет. Но мы только начинали, и начинали мы выступать в городе Славянске на Кубани на местном уровне и пели, конечно же, в школе. Затем появился такой конкурс «Поющая Кубань», уже Всероссийский и Краснодарский конкурс. И мы участвуем уже третий год. И третий год по Славянскому району мы занимаем первое место. У меня появляется гордость за детей. Я очень счастлива и рада. Я им всегда говорю, вы самые лучшие, вы самые прекрасные, вы самые красивые, и вы лучшие всех поете. И у них появляется уверенность. И даже если они где-то за кулисами шалят, но если они встали на сцену, то это настоящие артисты. Мы волнуемся очень, переживаем. Может быть, что-то неправильно споем или что-то неправильно получится. Но когда мы выходим на сцену, у нас появляется уверенность в себе. Школьный хор детства, как и другие лучшие хоровые коллективы школ, города и района, выступили на итоговом галоконцерте, к которому они готовились не один месяц. Нескрываемое волнение, радостные эмоции, тёплое общение – всё это не могло не сказаться на настроении участников. Вот Дмитрий Борисович Кабалевский говорил, что каждый класс должен быть хором. Я учитель музыки, и мы поём на уроках. Поэтому детям проще выйти на сцену и выступить, потому что у них большой опыт хоровой подготовки на уроках в школе. Мы очень долго готовимся к этому. Каждый день встречаемся, репетируем, чтобы выйти и достойно выступить. За кулисами мы стоим, настраиваемся и морально, и физически. И, конечно, репетируем. Пропаганда хорового искусства традиционно развивается в Славянском районе. Это в очередной раз доказал конкурс хоровых коллективов образовательных учреждений «Поющая Кубань», который прошёл уже в третий раз. На протяжении двух месяцев во всех поселениях района проходили зональные этапы смотра конкурса. На минувших выходных состоялся итоговый галоконцерт. Основной задачей данного мероприятия является возрождение традиции хорового пения вообще на Кубани и в наших образовательных учреждениях. Всем известно, что хоровое пение – это прежде всего объединение тех творческих детей, которые есть в наших школах. Галоконцерт прошёл в дружеской атмосфере. Зрители слушали хорошие песни, с удовольствием подпевали, аплодисментами поддерживали выступающих. Несмотря на серьёзную конкуренцию, все участники сумели достойно выступить и показать хороший результат. И пусть у них нет музыкального образования. Для каждого из них участие в конкурсе – яркий пример того, как упорный труд и желание победить могут объединить всех в дружную и достойную команду. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События». Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».